Почему именно этот звук, который использует шаман в Москве? И женщины-шаманы, и мужчины-шаманы используются. Конечно, нехай там шаманы владеют в чистоте, но люди используют. Они постепенно-постепенно переходят на поле с сильным исполнением. Не просто криком, а внутренним глубинным состоянием, чтобы выражать свою силу, выражая свое глубинное состояние перехода. Поэтому у нас раньше шаманы в древности использовали инструменты бугна, использовали инструменты югиль, использовали варханы. Вот эти три инструмента считали, что имеют магическую силу. Но, конечно, тот, кто имеет, хорошо, глубоко играет на этой медицине, имеет магическую силу. А просто так он не будет сами по себе. И вархан, если действительно человек, необходимо его глубокое искажение, состояние сознания, необходимая помощь шаманам присутствовали и людей, которые играют на югиле. И если шаман сам играет, конечно, он сам будет играть на этом. Но как оркестр, югиль и инструменты, вот эти три разные инструменты используют. Душа уходит. Люди под земли либо выходят в небесах, либо будут пройдут на этой земле, чтобы не желая душа присутствовать в своем теле и желая зашествовать в своем теле. Поэтому иногда больные не подчиняются спокойствию, не подчиняются ни шаманам, никому. Просто сразу себе начинают улетать. И своим болезням не считают, что это болезнь. Это просто искаженное состояние сознания, которое не сможет управлять сознание в небо. Без сознания, без сознания, без сознания. Это мы сегодня не хотим. Именно звук, который владеет внутренним состоянием сознания, внутренней энергией. Она касается очень многими темными и болезнями, исцелять самой себе. История, без сознания, без сознания. История, без сознания. История, без сознания. Изучая этот звук, не один день изучаются. Люди, если у них начинают раскрываться волосы, они никогда не бросают этого звука. С сопроводением разными инструментами даже начинают пить. И изучая. Каждый день березнь изучая, ощущая внутреннее состояние. Начиная от волосось и вязки. Если волосось вязки не чувствует, начинает петь порно. И внутри еще глубже уходят туда. Но это еще недостаточно, чтобы просто войти к людине за состояние и петь песни. И еще все равно придет изучать языка своего, порно, понтика языка. Начинает изучать носор, резонанса. Даже мозг начинает петь. Играться будет созвать. И опускается между губами, зубами. И через верхний небо. И небо опускается через носор. И создает... Создает... Если нет ничего, я бы хотела видеть, один звук. Не надо? Не, можно. У меня голос еще под морем. Поговорить. Да, завтра. Да. Говорить можно из микрофона петь без микрофона. Раз. Дочно, да? Раз. Да, да, да. Раз. Да, да, да. Раз. Да, да, да. Изучение... Эээ... 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 Начинает изучать... То есть, начинает познавать самого себя. И... Расширение пространства и времени. Расширение пространства носор, резонанса. Носор, резонанс. Обязательно расширяется. И... 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 Раскрывается... Помогает раскрытие состояния сознания. То есть, носор, ... носор, резонанс свобод. Носор, резонанс... Ээээ... Хм... Обязательно соединение этого процесса. Надimir конечно информации с некоторыми... Я... я хорошоAAAA, хорошо делаю punished, Our Superman. Поэтому у меня раскрылось, поэтому у меня ясное состояние и видение происходит. Да, они действительно не такое, но я когда слушаю их разводные речи или что-то, у них не такое. Я вижу разные звезды, персы, которые на сене мне спускают телевидение, каждый день показывают звезды, бывают, но они в каком состоянии, какими энергиями, какими мышцами, каким сознанием поют даже видны. То есть человек, если изучает действительно самого себя, конечно, не только начинает чувствовать, чувствовать, насквоз начинает видеть, что не достает этого человека. При разговоре начинает понимать, где именно застой не идет. Успой женский в небе не оплодает, почки не опаления, или в ней живут, а в ней хастрит не до состояния, или каким-то холостом связаны неправильно. Например, я вот сегодня чуть-чуть лучше стал. Вчера, уже вчера, уже не мог, потому что болель по всему миру. Очень сильное выступление, где-то несколько раз в теле. При этом, когда отпустая свободу, он и закрывается, и разговаривает. Сегодня немножко этого усилителя развода, и энергии не хватает. Только энергии, которые есть, но здесь все. И не подчиняются мне, и становится немые, и не хочет участвовать в моем разговоре. То есть, когда при разговоре, видите, понятно становится, и какие мысли у человека, когда разговаривают. Потому что я, когда пою, в моем мысли уходят. Чем расширеннее состояние, тем глубоко уходит, тем сильнее чувствую экстазовое состояние. Экстазовое состояние исселяет человека. Экстазовое состояние. Оргазм исселяет человека. Если все время оргазма переводить свое, удержать какое состояние находится, сила, недвлаженство этого оргазма, и звуком можно передавать. То есть, такое плодение тоже есть. Если вы действительно хотите изучать самого себя, а это звук, необычный звук, поджественный звук становится. То есть, тоже в этот момент звуком растворяется, это тоже исселение находится. В шаманизме очень новые темы бывают, разные темы. То есть, изучая звук, состояние сознания медидации, раскрывает тайные истины жизни нашей. И этот медидации необходимо становится. После звука обязательно я медитирую минут 20, 15, 20 или 30. На разный день. Например, откуда мы появились? Кем было то появление, где это отца? Как мы проникли отца своего? Где мы находились отца? Много людей, и один единственный, который желает. Откуда появляется сильный любви? Откуда появляется сильный? Бог дает, конечно, это сильный. Бог дает. Бог это есть любви. Но именно модернизованного образа где это находится? Как рождается от отца к матери? Это есть ритуалы все, вселенские ритуалы. То, что я не был никогда, не появился на земле. Но вселенский ритуал меня направляет, чтобы я проникли у своего отца. Это есть вселенский ритуал. Мы не придумали это. А потом сильный любви поехали. Отца откуда появляется? Откуда сильный любви появляется? В нашем деле очень много, тысячи, тысячи, миллионов, которые говорят. Он новый экспериментозаит. Он умеет или не умеет? Живые или неживые? Думает или не думает? Желает или не желает? Любит или не любит? Есть ли минимум? На самом деле этот мир носит в себя силы любви божественной. Откуда появляется эта сила? Желание жить, проявить себя в этом мире через свою силу любви заставляет отца любить будущего мальчика. Чтобы он и стал. Я правильно говорю? Мужчины что-то хмурые видят, что это может быть неправильно говорит? Правильно. Обязательно отца этого мальчика и люди, которые солдаты хотят жить, проявить эту землю, он не дает нам стремление и дает любви. Значит, наше сердце, наше кровь, наше желание начинает кипеть, любить. Обязательно. Это есть вселенский ритуал. А после этого находит любви своего. Создает ритуал любви. Это тоже мы не придумывали. Это вселенское божественное ритуал, которое, объединяя, мы едины и Богом становимся. Богом творителем. Бог, конечно, один может творить. Но все есть. Все сможет. А чтобы мы творили, они сделали, чтобы обязательно соединились и использовали силу Бога. Именно силу Бога использовали. Это видуали переходит, создается, видуали бы создается. Оба. Начинает. Самое высшее из Бельгии наслаждение. Это есть маргазм. Это маргазм. И столько желающих проникает через божественную любви, принимая свет, переходит на другое пространство, пространство матери. Вселенная. Вселенная. Матерь. С этой вселенной мы начинаем жизнь. Принимает мать и защищает мать, усиливается силе любви. Значит, у будущего ребенка в силе любви отца и силе любви матери соединяется и развивается. При этом с другом матерью. Без соединения любви отца и мать, ребенок очень трудно расти. Каза бывает утроп и больного. Один из них недостаточный любви. Значит, он неполносельный ребенок. Кто-то негативными негативами рожает ребенка. Значит, ребенок будет негативными негативами в разразительном состоянии рождения. То есть, в каком состоянии мы должны принимать будущее ребенка, чтобы ребенок идеальный родился. Это тоже есть такой вопрос. Таким образом, матерь надо готовить, чтобы он учился идеальный ребенок. Обычно, конечно, бывают матеря ругают отца, чтобы он не помогает ребенку. Либо страхом рожает. Это есть вселенская сила. На самом деле, очень сильное состояние материнское. Рожает ребенок и разделяет дух материнский. А в материнском буквах какое состояние находится? Злой, радостный, любящий или не желает ребенка. Бывает, да, не бывает. Поэтому та энергия, которую ребенок должен получить, бывает неполносельная. Неполносельная любви. Вот почему духовные люди, мы всегда на стороне людьми. И жизнь наша на лезвии находится, на тонком лезвии. Туда мы направляем, на эти лезвия, правые и левые. Вот этого касаются и мы, и будущие дети наших. Это, на этой жизни, это интеллект, интеллектуальная сила. Это болох в нашем теле, в душе. А душа всегда и желает властвовать. Ребенок рождается, разделяется энергией группы материнские. И беды, и звук, если не получается, что мы делаем. Не хочет крик создать ребенок. Наверное, врачи есть здесь. Бьем по попе. А? По попе бьешь. Да. По попе. Да, радостно, конечно. Вот именно ошибка наша, что мы по попе бьем. Когда ребенок нажаляется. Это сильное стрессовое состояние у ребенка дает. Это удар. Он уходит по возможности. И ослепляет влаза. Вереслить не желает. В этом зрении меньше становится. То есть взрослее, скажем, даже ребенок начинает одевать очки. Значит, у ребенка очень сильные руки. Это удар, это есть искра, которая злой цель передает ребенку. Поэтому я никогда людям не давлю. И не желаю, чтобы какой-то человек, который моего ребенка хлопнул по жопе и давал такую злую силу, чтобы ребенок потом страдал под зрением, страдал в пуще, страдал сознанием. Действительно, ребенок не желает и страх наводит. Этим страхом ребенок долго не будет. Возрастая, даже заканчивая школу на тройку, на двойку, ближай, ближай. Все это закончится. Я должен быть свободным. Эта свобода желает. Хотя одаренный ребенок играет. Но с этим взрывом у ребенка пассивное состояние сознания. То есть быстро не соображает. Удар всегда мешает сознанию. Некоторые, конечно, ребенок выходит даже, сразу начинают кричать в Америке. Этим нет, нет проблем. Не буду спорить. Но большинство заставляет кричать. Сейчас последние дни, конечно, поражают в Европу. Я и посмотрел в Америку, в Европу. И большинство желает родить без врача, без ничего. Просто домашний врач вместе с условием на природе, или на воде, или около моря, или раме большое и рожает. Это есть идеальное принятие ребенка, чтобы ребенок не чувствовал, а постапельно развивало сознание. У волков, собак или других животных глаза не сразу появляются. Это что? Это есть соответственные силы, которые постапельно, постапельно развиваются. Как день, ночь меняется. И тогда у них зрение, у них сознание никогда не стареет. А постапельно раскрывается и постапельно принимает. А у нас это хлопок. Значит, все глаза, все. Игрень расстрелся и внутри уходит. И там тоже закрывается, блокируется. И позвоночник тоже так. И здесь в шее тоже. Постоянно боль бывает. Видите, какие мы создаем ребенка. Разве так можно создать ребенка, такое как судьбы пришел на этой земле? Мы принимаем его. Таким уже страшным ударом ребенка принимаем. Вы желаете этого? Нет. Очень многое есть темы в шаммонизме. Я пришел сюда только в зубках. Мне попросили петь песни. В шаммонизме зуб. Есть зуб шаммонизм. Одинаково всегда. Одинаково всегда. Одинаково всегда вместе. Поэтому я хотел, конечно, здесь не получается, чтобы люди вспомнили свою результат. Мать родила, какой из ребенок начал закричать? И люди вспоминают их. Вспомнят. Если вспомнить, ребенок начинает действительно раскрывать себя. Очень быстро раскрывает. И радость быстро получает. А если не вспомнил, значит, блоков очень сильно получился. Участливо. Режиссер. Режиссер. Продолжение следует... 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 О, вселенная вазарька всерьез, Это я, шаган, боющий сердце, Он с моего звука у меня создаёт лаву, Успокоит души моих детей. Пусть эта волна создаёт свет, Пусть эта волна сопровождает густы, Пусть удивит планету своего, Пусть успокоит свою планету. О, вселенная, дайте нам спокойствие, Что её преснило знать сознание, Чтоб спос научиться, спос видеть вселенного, Найти своего и звезду, Которого защищаем, домоваем. О, вселенная вазарька всерьез, Это я, шаган, боющий сердце, Пусть моей лики присутствует в вашем пространстве, И соединяется духом с вашими. Дайте, отправьте духу своего, Поедите, принимайте. Как радуга разноцветного, Пусть одевает, как одежда, И на своём пусть проникает, Пусть создаёт ясность в сознании, Пусть проникает свет, Пусть проникает сердце, Пусть каждая клетка крови, Создаёт свет и сияет, Кретка с заглядкой, Начинает свет создавать, Пусть проникает сердце, Получает радость, Дайте вселенная моим векам, Сила духа, Чтобы познавать самого себя. Сила духа. Сила духа. Сила духа. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 звуком, который связан с детским и разводным речем, если найдете, то сразу начинаете плавать. Экстаза в состоянии береговодия. Это исцеляет этот звук. Не каждый звук исцеляет вас, но, конечно, от харпы это тоже исцеляется, но находите своего истинного звука, это блаженство создается, а блаженство исцеляет и ветер в вашем ветре. Можно маленько просьбу? Да. Дорогой шаман, у меня тоже дедушка Чуваши, тоже шаман, и я чувствую духом. Я сегодня целый день разговариваю с духом ветра, и вот он мне, я прошу, умоляю, чтобы этот ураган и этот ветер стих, и он говорит, мало одной твоей силы попроси, чтобы я вас попросила, чтобы мы все обратились в дух ветра и чтобы он немножко утих. Я вас очень прошу. Вы можете это сказать. Он сказал, что я могу. Вижу, это природа. Вижу, это природа. Я в этом разговариваю все время, я медитировал сегодня утром, почему так, почему нет, а здесь это робот такое. И здесь это хани ветра такое, это земля. Когда хани ветра такое, шаман не должен увещиваться, а адаптироваться. если я природу буду управлять, и вот я облах управляю, это не естественно, это не правда. природа нас создали, и мы должны подчиняться, и мы должны очищать природу, беречь природу. И мы оттуда получаем, если люди действительно в хорошем состоянии. Мы должны отоптеть. Где-то в холоде там, я буду, я буду тоже. В Петербурге очень люди находятся зимой, там 50-60 градусов. Но они никогда не жалуются своего. О, мы родились здесь, мы счастливы. И здесь мы родились, мы должны счастливы. Это ветер наше вдохновление. Но мы должны сами успокоить ветра в своем осознании. Это будет немножко правда, не справа. Поворот головы внутри ветра создаётся. Но нежелательно, чтобы здесь вихрь создавал и раздражительный создавался. Это важнее, чем успокоить природу. Мы сами должны успокоиться. Переходить силы людей, успокаивать всегда. Всю телу, не только сознание. Спасибо. Спасибо большое. Сегодня мы будем готовить. Сейчас ночью приглашают, там будут выступать. Ведом 12, 12 часов. Где вы выступали? Ведом 12 ночи? Ведом буду играть, там не хотят. Ведом немножко дорогу своей. Ведом 12 ночи. Сегодня в 12 ночи? Где грибочки? Ведом 12 ночи. Ведом 12 ночи. Ведом 12 ночи. На самом деле до фестиваля этого ветра не было. Он начался, когда вы все сюда приехали. И это не спространство. Я тоже был на балансе очень сильно, но сейчас понимаю, что так должно быть. Всё хорошо. Так что... Давайте его полюбим. И погладим. Ну, себя наверное. Себя сгонизируют. Ага. Еще. В этой системе, то что я очень многолетний был, царочкой. Пришел к выводу, что специально надо собирать все, то что я занимался. И начал познавать. Поэтому пришел к выводу, обязательно нужно заниматься, если направьте свои мысли и желания по-духовности. Эта система раскрывает нижний час полугодного страста, откуда начинается. Все часто отдельно сначала исцеляют, а потом они соединяются с ушком. Для этого необходимо пройти медитацию, движение, звук, дыхание и ритм. Здесь движение необходимо. Поэтому вот это движение у нас в Туве исцеляет разными движениями суставов. И даже борцы используют, чтобы сильные становились, сильной душой. И показать себя обязательным образом. И танец орла танцует. Сначала перед схваткой. Не так, как у меня когда-то боюют. Вот так пришел и начинают боевать. У нас сначала танцуют. Эта танца расслабляет себя и набирает мыслями силы духа. Вот природа. Показывает природу. Поэтому мы... Я в целом вот такой маленький. Я обещал его танец орла. И сейчас он продолжает. У него есть новые системы. То есть добавит систему. Эта танец орла свою позицию свою. Он мастер спорта по волной борьбе. И конечно спорт необходимо. Я сейчас пришел на энергетическую систему. Кто передавал я раньше. Он уже начал по своим... По своим распространяет. И проводит семинар в Москве. В Санкт-Петербурге. В Проснец. В Новосибирске. Уже он ходит есть. Семинар проводит. В этом движении необходимо двигаться. И двигаться. И ноги сдавать. Очень хорошо. Такие разные движения есть. Но танец орла обязательно. И это движение очень сильное. Он разработается. Я поддерживаю. Я показываю. Да, да, да. Поэтому он будет передавать свою практику танец орла. Для исцеления. Для лечения позвоночника. И лечения суставов. В домашнем виде. 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 Он очень сильный. Даже выше. Чем сегут. И другие занятия. Поэтому. Как только танец орла объявит. Присутствует. Присутствует. И там звуком. Там я должен буду. Он там будет. Привет. Привет. Рассказал. Не знаю. Еще попробуем. Мы спросим. Что получилось. Движение обязательно надо. Движение начинает. Как вы сидите. Как надо сидеть. И как надо стоять. Как надо двигаться. Чтобы обманывать свою весть. Очень многие люди свое весть не обманывают. А как железо действует. В таком роде доход. А движение должно быть. Так гармоничное. Чтобы не чувствовать свою весть. И это танец. Она очень приятна. Очень хорошо. Разработана. Мы хотим. В следующий раз. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...